Привет, Страж! Вчера на стриме было, ну, очень много вопросов о том, какое оружие я бы посоветовал стараться получать новичкам из нового киоска в башне, который называется Монумент Угасшего Света. Так что, очевидно, стоит посвятить этому отдельное видео. Для тех, кто пропустил новость о появлении этого терминала, объясняю, он находится рядом с хранилищем, в нём игроки смогут приобрести экзотическое и легендарное оружие, которое раньше можно было получить за выполнение квестов, связанных с локациями, перенесёнными в хранилище контента. Короче говоря, если квест, к примеру, на последнее слово, был связан со спутником Титан, которого в игре больше нет, то теперь этот экзот можно получить здесь, без всякого квеста, хотя заплатить ресурсами придётся немало. Давайте долетим до города, посмотрим, что нам предлагается к покупке, и я дам пару советов. В главном меню киоска мы видим 4 раздела. Экзотика Красной Войны, экзотика Отвергнутых, экзотика Обители Теней, а также легендарное оружие старых сезонов в разделе Прошлое Снаряжение. Всё экзотическое снаряжение можно купить при наличии ключевых ресурсов. Высших осколков, которые можно добыть за прохождение сумрачного налёта побоища на высоких уровнях сложности, или за открытие сундука на маяке за 7 побед в испытаниях Осириса. А также нужен обязательно экзотический шифр, который можно получить либо из сезонного пропуска, либо за прохождение квеста от торговца Зура. Он приносит его каждую неделю. Ну а для экзотов, которые связаны с рейдами, будет нужна специальная валюта, трофеи завоевателей. Их нужно будет получить за прохождение этапов рейдов. Например, в Сад Спасения за одно прохождение можно получить до 12 таких трофеев. Мало, да, но, честно говоря, большинству игроков эти экзоты давались ещё куда дольшим фармам. Ну а теперь пойдём по порядку. Раздел Красной Войны. Он, пожалуй, самый неинтересный и неприоритетный. Нельзя сказать, что оружие отсюда всё мусор и прям вообще никуда не годится, однако я считаю, что тебе стоит получать те экзоты, которые действительно будут выручать в сложных активностях. Так что в этом разделе я обращаю внимание на дробовик Легенда об Акрии, который частенько мог быть полезен при внесении урона по боссам на рейдах, например. Однако, пока мы не знаем, будет ли от него толк на новом рейде. Кроме этого, для его покупки требуется особая валюта – трофеи завоевателей. А её мы лучше потратим в следующем разделе. Давайте перейдём к нему. Экзотика отвергнутых. Вот тут уже есть на что облизнуться. Но, чтобы видос не затянулся на полчаса, я ограничусь тремя экзотами из этого раздела. Давайте начнём от самого важного оружия – гранатомёт Анархия. Экзот ранее выпадал рандомно за убийство финального босса на рейде Истребители Прошлого. А потому и в киоске за него назначена справедливая высокая цена. Два высших осколка, 240 трофеев завоевателей, 150 тысяч блеска и экзотический шифр. Но, поверьте, оно того стоит. Этот гранатомёт просто невероятно универсален и полезен в самых разных активностях. Для урона по большим противникам и боссам Анархия занимает самые верхние строчки. Её берут на рейды, в налёты, в гамбит. Везде, где есть огромные монстры, Анархия будет просто невероятно полезна. Я бы, пожалуй, вообще назвал её главным экзотом, который ты должен стараться получить в этом киоске. Второй экзот в этом разделе – снайперская винтовка Бремя Идзанаги. Эта снайпа также пригодится тебе в сложных ПВЕ-активностях. Вроде сумрачного налёта, она способна за 2-3 выстрела внести столько урона, сколько ты обычно ждёшь от оружия в тяжёлый третий слот, да ещё и позволяет в тело противников убивать в ПВП. В общем, очень полезная штука, уверен, что ты о ней и без моих комплиментов слышал. Ну а третьим, что ж такое, очень сложный выбор, но назовём пиковый туз. Револьвер, который пригодится и покажет себя достойно и в ПВП, и в ПВЕ. Стрелять из него – одно удовольствие, благодаря взрывающимся врагам, ровной и хорошей отдаче, да и посмотри, как он выглядит. Теперь к экзотике Обители Теней. Тут тоже могу назвать три экзота, но выбор гораздо проще. Первым делом – Клятва Эрианы. Это тяжёлый револьвер на особых патронах, который сотни раз выручал мою команду при прохождении сумрачного налёта, или вот теперь он ещё полезен в героических затерянных секторах, о которых я уже рассказывал в прошлых видео. Револьвер бьёт очень далеко, а главное – он пробивает барьерные щиты чемпионов, что и является его главной фишкой. Вторым экзотом из этого раздела я бы выбрал Четвёртый Всадник. Ультра-скорострельный дробовик с высоким уроном. Любого противника с жёлтой или оранжевой полосой здоровья, он стирает просто вмиг, и опять же, кто знает, может и для урона по боссам в рейде пригодится. Третий экзот – чисто ПВП. Бастион. Единственная плазменная винтовка в первый слот. Бьёт далеко, заряжается относительно быстро, а тип огня очень необычный. За один выстрел эта плазменка делает аж три залпа, что позволяет встретить даже ультующего противника, или убить сразу нескольких стражей, находящихся близко друг к другу. Ну и теперь несколько слов о разделе с легендарными наградами. Главное разочарование в том, что тут нет дробовика ложь Фелл Винтера. Можно ли его будет получить ещё каким-то способом? Не сообщается пока. Но думается мне, что стоит подождать новостей о Железном Знамени этого сезона. Вдруг к нему привяжут квест? В остальном же раздел практически бесполезен. Всё это оружие нельзя прокачать до актуальных цифр силы, а значит в сложной активности или в ПВП режиме с уровнем силы его уже не взять. Но цена невысокая, так что смотрите, если все те экзоты, которые я назвал в видео, у вас уже есть, и вы просто для коллекции хотите себе что-то из этого раздела, то пожалуйста, выбирайте. А на этом пока всё. По киоску вопросов особо никаких больше нет, я думаю. Разве что нам стоит подождать новостей об экзотах Шопот Червя или Идеальной Эпидемии, когда они будут каким-то образом доступны, но и по катализаторам для всего этого оружия. Но как только такая информация появится, я обязательно расскажу об этом на канале и в группе ВКонтакте. Так что, чтобы не пропустить, нажми кнопку подписки, посмотри ссылки под видео, там много интересного и полезного. Ну и до связи!